Добрый день, уважаемые коллеги. Наша тема актуальна, потому что мы знаем, что именно от нашей ранней диагностики будет зависеть выживаемость этих пациентов. Но мы видим, что 50% случаев рака молочной железы, которые выявлены менее чем через 12 месяцев после очередной маммографии, как раз таки были связаны с высокой рентгеновской плотностью тканей молочной железы. В настоящее время такие методы визуализации, как маммография, ультразвуковая диагностика и магнитно-резонансная томография, они остаются основными в диагностике заболевания молочной железы. Вы знаете все, что сейчас существует мультимодальный подход, то есть одного метода всегда недостаточно, к нему мы используем еще какой-то метод для визуализации заболеваний. Но хочется ответить, что самым большим камнем прикновения для всех врачей-рентгенологов это является плотная ткань молочной железы. Мы знаем, что чем выше плотность ткани молочной железы, тем меньше она чувствительна для выявления рака молочной железы. И существует обратная пропорциональность, чем выше плотность ткани молочной железы, тем сама она уже является преддиктором возникновения рака. И больше вам скажу, что даже опытные врачи, они не обладают такими синтетическими способностями, чтобы вместо вот этих отдельных овощей и фруктов увидеть цельный портрет. Поэтому для преодоления всех этих трудностей существуют еще и дополнительные методы диагностики или альтернативные, мы их так называем, радионуклеидная диагностика, которая будет существенно отличаться от наших анатомических методов. Прежде всего, так как она отражает метаболическую активность опухоли. В нашем институте была проведена большая работа, целью которой стоял сравнительный анализ возможностей цифровой маммографии и мамосинтиграфии в диагностике рака молочной железы на фоне различной плотности тканей. В группу вошло 437 женщин, которые были обследованы в нашем институте, все с подозрением на опухолевое образование, средний возраст был 53 года. Все эти пациентки были разделены по рекомендации СР на группы в зависимости от плотности ткани молочной железы. Куда вошли А и В, это не плотная ткань молочной железы, и, конечно же, для рентгенологов она самая удачная группа. И группа с тканью С и Д, это плотная ткань молочной железы, как раз-таки где и пропускали с рентгенологами опухоли. Все эти пациентки, они были обследованы по единому алгоритму, им выполнялся физикальный осмотр, цифровая маммография и мамосинтиграфия на однофотонном эмиссионном компьютерном томографе. Исследование выполнялось через 10-15 минут после внутривенного введения радиофарм препарата, дарсальную вену стопы для исключения билатерального процесса. Мы видим, что при оценке мамосинтиграмм оценивался не только качественный анализ, то есть есть накопление его размера, его контуры, но и количественный анализ. Так называемый индекс накопления очаг фон. И мы видим, что при индексе накопления очаг фон равными больше, чем 1,4, вероятность возникновения рака молочной железы больше, чем 95%. В результате нашего исследования самую большую группу составили пациентки с стадией Т1, где опухолевый узел был менее 20 мм. Вот из этой группы как раз-таки 16,5% у нас составили группа, где опухолевый узел был меньше 10 мм. То есть так называемые минимальные раки, которые имеют, конечно, лучший прогноз при лечении. При анализе самые частые ложно-отрицательные заключения при мамосинтиграфии мы наблюдали при опухолях, которые размеры были менее 6 мм в диаметре. И наоборот, ложно-положительными заключениями при мамосинтиграфии это были фиброаденомы с высокой методической активностью, размеры которых были больше 30 мм. Тогда как при цифровой мамографии мы отмечали, что причинами ложно-положительных и ложно-отрицательных заключений это была кистозно-фиброзная болезнь и гиперплазия ткани на фоне ее атипии. И вот принимая во внимание вот эти вот отличия и проявления ложно-отрицательных и ложно-положительных заключений, мы предположили, что совместное использование этих двух методов, анатомического и функционального, повысит информативность диагностики рака молочной железы и в первую очередь ее чувствительность. Вот я хочу показать на этом графике, вы видите, что при самой высокой плотности ткани молочной железы, которая соответствует D-типу, мамосинтиграфия показывает большую чувствительность, чем цифровая мамография. И тогда как совместное использование этих двух методов повышает чувствительность и прогностическую точность отрицательных результатов до 100%. Это пример. 52-летняя пациентка с пальпированным очагом поражения правой молочной железы. И как вы видите, на мамограммах плотная ткань молочной железы, соответствующая D-типу, мы не наблюдаем образования. Я обратно вернусь. Тогда как на боковой мамосинтиграфии выявляется очаг накопления гиперфиксации радиофармпрепарата с высоким очагом фоном, эта пациентка прооперирована, и у нас пришло гистологическое заключение и инфильтративно-протоковая карцинома. Еще один пример. 21-летняя пациентка. Она обратилась в наш институт с залубами на втяжение левого соска и уплотнение сразу за соском. Хочется сказать, что при всех методах исследования, при цифровой мамографии, при ультразвуковой диагностике, при МРТ, был выявлен фокус уплотнения, сразу который находился за соском. Он имел связь с соском, и отмечается тракция соска сюда. При мамосинтиграфии не было накопления радиофармпрепарата. Но эта пациентка была все равно прооперирована, и гистологически у нас пришла ткань молочной железы с виброзом, гелинозом, стромального компонента. Из всех 437 женщин у 108 очаг поражения не превышал 10 мм. И после оперативного вмешательства было выявлено 61 случай злокачественных образований. Что же в этой группе у нас с пациентами? Мы видим, что на фоне плотной ткани молочной железы показатели мамосинтиграфии превышают в 2 раза показатели цифровой мамографии. И также увеличивается чувствительность при совместном использовании этих двух методов. Это пример. 46-летняя пациентка с неполимпировым очагом поражения правой молочной железы. У нее отягощенный онкологический анамнез. В центральной зоне железы мы выявляем маленький очаг, размеры которого 6-7 мм. Пациентка отправляется на мамосинтиграфию, где выявляется очаг патологической гиперфиксации этого препарата. Пациентка также прооперирована. Гистологически это неинвазивный дольковый рак 7 мм в наибольшем измерении. Еще один пример. 42-летняя пациентка с неполимпировым очагом поражения. Носительница мутации БРК-1. На маммографии мы видим фокус уплотнения в ретро-маммарном пространстве, в виде нарушения архитектуники ткани размерами 10 на 8 мм. У нас у рентгенологов есть некоторые симптомы, по которым мы можем определить наличие или отсутствие патологического очага. Здесь есть симптом локтя. Выставляем БРАТ-4С. Подозрение на рак раним велико. На маммасцинтиграфии выявляется также очаг гиперфиксации радиофармпрепарата с индексом накопления 3 и 4. Пациентку оперируют и появляется у нас тубулярный рак 10 мм в наибольшем измерении. Дальше мы проверили сравнительные анализы возможностей цифровой маммографии и маммасцинтиграфии в диагностике мультицентричного рака молочной железы. Из группы пациенток 367, где был выявлен рак, послеоперативно выявлено в 47 случаях это мультицентричный характер роста. Хочется напомнить, кто забыл, что мультицентричный характер роста это расположение двух или более узловых образованиях в разных квадрантах молочной железы и дистанции между которыми будет больше чем 3 см. Вот сравнительный анализ, он как и на фоне и неплотной ткани молочной железы. Вот это неплотная ткань молочной железы, где все равно мы видим, что при диагностике мультицентричного процесса чувствительность маммографии в два раза меньше, чем при маммасцинтиграфии. И конечно же увеличиваются все показатели как чувствительность, специфичность и точность диагностических методов при совместном использовании цифровой маммографии и маммасцинтиграфии. Это при на фоне плотной ткани молочной железы. И вы видите, что на фоне плотной ткани молочной железы цифровая маммография вообще показывает очень низкую чувствительность, всего лишь 16,7%, тогда как при маммасцинтиграфии она 83,3%, но при совместном использовании мы получаем очень хорошую как чувствительность, специфичность, точность и прогностическую точность отрицательных результатов. Это пример. Плотная ткань молочной железы, на фоне которой визуализировать узловые образования вообще не удается. Пациентке выполняется маммасцинтиграфия, вы видите несколько узловых образований, причем не только в молочной железе, но и в акселярной области. Инвазивно-протоковый рак, мультицентричный рост с метастазами в акселярных лимфатических узлах. И второй пример. Это на фоне фиброзно-кистозной болезни рентгенологи ставят подозрительный только один очаг, то есть это унифокальный рак. При выполнении маммасцинтиграфии выявляется несколько очагов гиперфиксации, инвазивно-протоковый рак, мультицентричный рост. Об этой таблице, я думаю, Сергей Николаевич уже рассказал, поэтому мы, наверное, ее пропустим, потому что именно на основании этого исследования у нас был выведен алгоритм совместного использования маммографии и маммасцинтиграфии. Для выбора лечебной тактики я немножко остановлюсь на оценке эффективности неудивантной полихимиотерапии. Хочется сказать, что у нас в институте уже было выполнено несколько работ, как и кандидатских, так и доктор, по информативности маммасцинтиграфии при оценке полного патологического ответа. Вы видите, что чувствительность 88%, специфичность 95%, точность 93%. Это примеры прогрессирования, когда идет нарастание интенсивности или увеличение площади накопления радиофарм препарата и увеличение коэффициента опухоль фон менее чем на 25%. Это соответствует грейду первому, когда малозаметны изменения отдельных опухолевых клеток, но без уменьшения их числа. Второй пример – это стабилизация, то есть сохранение интенсивности и площади накопления радиофарм препарата, уменьшение коэффициента накопления менее чем на 30% или увеличение его на 25%. Соответствует грейду второму патоморфологического ответа, когда отмечается незначительное уменьшение количества опухолевых клеток, но в целом клеточность остается высокой менее 30%. Частичный регресс – также отмечается снижение интенсивности или уменьшение площади накопления радиофарм препарата, уменьшение коэффициента накопления на 30-70%, соответствует третьему грейду патоморфологического ответа, когда сокращение числа опухолевых клеток вплоть до 90% клеточных потерь, то есть от 30 до 90%. И полный регресс, когда нет опухолевых клеток в секционных средах на месте расположения первичной опухоли, но может присутствовать протоковая карцинома ин-ситу. И в конце я хочу сказать, что существуют специализированные гамма-камеры, которые позволяют благодаря своей конфигурации снизить дозу вводимого радиофарм препарата, за счет чего будет снижаться и эффективная лучевая нагрузка на пациента. Именно из-за этого эти гамма-камеры, они уже можно использовать как скрининг рака молочной железы. Вы видите, что по данным клиники МИО, среди 2500 обследованных больных, чувствительность при выявлении рака молочной железы размерами от 3 до 20 мм составляет 90%. И таким образом, совместное использование маммографии и мамосцинтиграфии существенно повышает эффективность диагностики минимальных форм рака молочной железы. Информативность мамосцинтиграфии не зависит от плотности ткани молочной железы, в отличие от рутинной цифровой маммографии. Мамосцинтиграфия обладает высокой чувствительностью и точностью при диагностике мультифокального мультицентричного рака. И является информативным, неинвазивным методом оценки эффективности нейодевантной полихимиотерапии. И в конце хочу сказать, что, конечно же, мамосцинтиграфия рассматривается как перспективный дополнительный митинг, как скрикинговый и уточняющий диагностики рака молочной железы, особенно на фоне плотной ткани. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...